Здравствуйте! Меня зовут Александр Лебедев. Я являюсь академическим руководителем программы Management Friteria. Сегодня мы поговорим, как писать эссе. Сперва немного теории. Эссе — это жанр философской, критической литературы, сочинение небольшого объема по какому-либо частному вопросу, написанное в свободной, индивидуально-авторской манере изложения. Звучит заумно, не правда ли? Но давайте разберемся по порядку. Итак, эссе — это концентрированное выражение ваших мыслей, собранные из литературных источников. Например, на программе Management Friteria тема этого года задана современной научной повесткой и звучит как влияние цифровой и ESG трансформации на ритейл. Причины, примеры и последствия. Итак, приступим. Соберите информацию. Здесь вам поможет как интернет, так и библиотека. Но учтите, что каждый источник должен быть пронумерован и оформлен согласно единым правилам. Помните о структуре, ведь у эссе должно быть введение, основная часть и заключение. Теперь немного конкретики. В введении вы обозначаете тезис, который хотите развить в эссе. В основной части вы соотносите его с текущей повесткой, как академической, так и бизнес. Я рекомендую рассмотреть защищаемый тезис с точки зрения исследовательского вопроса. Ведь далее стоит подобрать аргументы и контраргументы, поддерживающие или, наоборот, ставящие под сомнение исходный тезис. Задача в эссе — найти истину. Она не может быть всегда белой или всегда черной. Поэтому, находя аргументы «за» и «против», соотнося позиции разных авторов, вы помогаете поблизиться к важному — к истине. А значит, вы точно на верном пути. Что и следует указать в заключении, собрав еще раз концентрированную информацию, озвученную ранее. Соотнеся аргументы из литературных источников, проиллюстрируйте их примером из бизнес-практики. Тем самым вы докажете свою экспертизу как в академической, так и в практической среде. Ведь наиболее успешные менеджеры обладают как первой, так и второй компетенцией. Написание эссе — это длительный процесс, к которому лучше подойти постепенно. Собрав информацию и организовав ее в единое повествование, написав «оставьте на время текст», дайте ему выставиться. Отвлекитесь. Еще лучше вернитесь к нему через некоторое время, дав себе возможность переключиться и прочеститься еще раз, но свежим взглядом. И вот текст собран. Пора приступать к оформлению. Проверьте объем и формальные требования. Обратите особое внимание верному оформлению цитат и мыслей других авторов. В Высшей школе экономики принята политика нулевой терпимости к плагиату. Обратите внимание, важно использовать мысли предыдущих исследователей, отдавая им академическую честь. Но еще важнее добавить в повествование собственный голос, оригинальные мысли, так как именно за них наиболее щедро платен в 21 веке. Пишите. Это структурирует ваши идеи и помогает доносить их для читателя. Тем самым вы меняете мир. Желаю успехов.